добрый день ну обычно мы тут говорим блоге с геморрой с хумишем нашими записями все они наверное впервые будем рассказывать блог из газеты что что почему в этот раз из газеты интересная статья хотел поделиться про некого раввина которого зовут мураши хайм и из канады из лос-анджелеса на время уровень к нам сейчас лос-анджелесе интересно рассказывает такую историю про про то и он должен был сейчас я не знаю получилось это или нет на инаугурации президента дональда трампа нового президента сша он должен был быть раввином который после президента выступает зачитывает молитву так вот пишет зачитывает молитву говорит какой-то 2 артура слова слова торы в честь вступления нового президента в должность вот такой интересный человек рамой шахаем теперь чем он примечательно он сам не знает почему именно его выбрали в качестве представителя конфессии иудаизма который будет выступать на этом на этой ингурации но про него есть они приводят вот здесь вот мои детки тоже немножко про почитали на такие которые любят читать приводит такую интересную историю однажды этот трава муше хайм эйр был на приеме будучи раввином в ванкувере был на приеме он английский королевы на ворот англий в честь английской королевы принца чарльза делали 30 назад делали прием ванкувере его пригласили он сказал что он не может приехать потому что он занят что такая не знаю почему не может приехать мы позвонили а почему все-таки не можете приехать он сказал тогда прямо представителям что кошерная еда нужна кошерная еда искали какого уровня кашрут вам нужен мы все обеспечим мы хотим чтобы вы там присутствовали раввин города в мы хотим чтобы вы почти ли приезд королевы и при наследного принца в город сколько как бы канада же официально является частью британского содружества поэтому мы считаем нужным чтобы вы как раввин города присутствовали на этом приеме он сказал хорошо назвал кто может быть тем ответственным за кашрут на котором он может опереться они скажут все обеспечит интересно что там была такая специфика там было несколько залов то есть этот банкет был не просто банкет на одно место садишься там несколько залов и идея банкета была чтобы все познакомились со всеми чтобы все время на каждую смену блюд и там было восемь смен блюд на каждую смену блюд нужно было приходить из залы в залу а ему поставили не знаю как так получилось но только один кошерный комплект посуды тему этот комплект был полностью похож на все остальные комплекты комплекты только что только на там была какая-то снизу была какая-то эмблемка или какая-то заметка или какая-то риска до что который показал, что вот это отдельный новый комплект, который кошерный, в отличие от всех других комплектов. Теперь я так понимаю, что он, когда пошёл на другие места, он понял, что там не факт, что будет этот комплект, или ты ему поставил только один комплект. Короче, он всё время ходил с посудой своей с одного места на другой. То есть он как бы в 8 залов прошёл, всё время нёс, кошерную еду, я так понимаю, ему всё время приносили, а вот посуды, комплект, ножи, вилки, ему приходилось всё время носить с собой. Мне интересно, если там была перемена между рыбой и мясом, мыл ли он это или нет. и об этом в истории умалчивают. И был там какой-то еврей несоблюдающий, который ему сказал, ну ты позоришь всех евреев, как ты хочешь на этот момент, ну что это такое вообще, на приеме английской королевы, ты можешь же перестать вот это вот? И, в общем, как бы в конце этого банкета все гости подходили к наследному принцу Чарльзу и к английской королеве, и получали от них благословление, как-то общались с ними, приветствовали их. Ну, в общем, этот Раф Гейр тоже подошел, и тогда принц Чарльз спросил у него, скажи, пожалуйста, а почему ты все время ходил с посудой? Он ему сказал, что поскольку я хотел использовать только кошерную посуду. Принц Чарльз, он так и не пишет, что он как бы в детстве воспитывался в религиозном духе, он знает много про, разбирается в религиоведении, и начал задавать ему вопросы, выясняет, почему кошерная, что такое кошерная посуда, как, так, почему так считать, почему он как бы так очень с респектом отнесся к этому поведению этого Рафа. И тогда вот этот вот еврей, который сделал ему замечание, сказал, «Ваше высочество, я тоже еврей». И на что принц Чарльз ему задал вопрос, «Да, интересно, а почему-то я тебя не видел с посудой ходящим?» Вот, то есть принц как-то так оказался непосредственным. Вот. И вот это вот такая история, да, человек, который соблюдал законы Тории, несмотря на то, что он выглядел вроде бы нелепо, вроде бы это казалось странным, да, представляете, вот подумайте сами, да, периодически, я подумал, на самом деле, мне было бы очень тяжело, вот мне, я думаю, было бы очень тяжело. Ты находишься на приеме, на банкете у английской королевы, да, там любая вещь, это там правила этикета, да, правильно же? Правила этикета очень строгие, там нужно себя вести так, нужно положить вилку так, нужно все это знать, нужно быть в курсе, нужно как бы иначе, можно было сказать, что это момент осквернения имени Всевышнего, что ты себя ведешь, как некультурный, невоспитанный человек, правильно? А этот раввин, то вы попросили, чтобы я присутствовал, ну, чтобы я присутствовал, нужно кушать из кошерной посуды, потому что он ходил спокойно с этим комплектом посуды, вообще совершенно не стесняясь этого. И оказалось, потом, кто получил, так сказать, уважение принца, кто заслужил уважение принца? Тот, кто соблюдал Аллаху, а не тот, кто говорил, ой, вот если мы сейчас будем себя так вести, и мы будем себе соблюдать все нюансы Аллахи, то тогда, тогда нас, как бы, мы опозорим весь еврейский народ. Все наоборот. Если мы спокойно, с достоинством соблюдаем Аллаху, с этого никогда не будет нам никаких ущербов. И наоборот, если мы пытаемся все закатать, как это, замести под ковер всю нашу Аллаху для того, чтобы культурно, интеллигентно выглядеть, как бы, не дай бог, не показаться, так сказать, недостаточно вежливыми, интеллигентными в глазах других людей, то потом оказывается, что они как раз нам говорят, а что это вы, мы вас не видели ходящими с посуды. Ну, такая история. Большое спасибо. Спасибо.